Нарешті, після шести років очікування, Україна отримала свій перший феномен. 20.09. Сейчас начнем. 20.09. Звук вироб. Добрый вечер. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Вы смотрите уникальное шоу, аналогов которому в Украине еще не было. Снимите! Это у него провод! Включите кнопку! Это сразу не забудется. Честно сказать, действительно очень жуткое зрелище. Я спасла человека! Я в жорке. Наскуда? Ой, ребята, вы даете. И вообще ваше шоу, оно у меня с ума отсюда. Финал нашего шоу зібрав рекордную кількість глядачей. Нас подивилося понад 25 миллионов украинцев. Украинская аудитория хотела побачить что-то и справдиво, надзвичайное и уникальное. Победителем первого сезона становится, я называю его имя, Артем Твичевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тема достойный. Сегодня я поверил в Деда Роскуте. И я знал, что он самый лучший, и он победитель. И я об этом нисколько не сомневался. Открылся перед людьми, и люди поверили в него. И тем самым... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добро победило! Спасибо всем огромное, безумное приятное. Я до сих пор не могу поверить и сказать слово. Отдельно хочу сказать... Сегодня мамы моей здесь... Ну, так случилось, что ее здесь нет сегодня. Она приболела. Но я знал, что она болеет за меня, смотрит. И победа благодаря ей, на самом деле. И всем, всем, всем огромное спасибо. В большой, огромной команде профессионалов проекта. Я везу на счастье. Спасибо большое. Саме вы обрали Артема переможцем. Своими казковыми экспериментами він підкорив ваши сердца. Артем, он такой, он сказочный, он таинственный. Он не такой, как все. Такой романтичный, такой необычный, такой нежный. И такой добрый. Его феноменальные здебности закохывали в себе. Всех без винятков. Он волшебный. Ну, правда, тронула, как женщина. Ну, что ты скажешь? Ну, знаете, я как маленький ребенок, который оказался в сказке. Артема я видела во сне. Давно, еще в детстве. Артем вообще нас поразил. Супер офигезное шоу. Экспертом нашего шоу стал наивидомейший менталист свиту. Людина-загадка Урри Гелла. Третьим финалистом невероятного шоу «Феномен» становится менталист. Артем Тихевич та Ніколас Кін. Здавалось, эти двое первого дня на проекте утворили свой власный маленький свит. В самые первые дни, когда мы очень хорошо познакомились, мы делали свою пародию на «Феномен». И он был ведущим, а я был у Ригеллера. Мой единый соратник и брат, и дружище, с которым мы никогда, наверное, не расстанемся. Мы очень сильно сдружились на проекте. Вот я считаю его достойной победы. За кого я болею и что за человек это есть? Я победителем вижу, что только пока есть одного человека, это Артем Тихевич. Самого лучшего, самого близкого своего друга. На сцене у той момент стояли не просто двое учасників шоу «Феномен». Это «Найкращие друзья». И жодного раза мы не мали подстав засумневаться у щилостей их стосунков. Это Николас Кін. Мой дружбанчик, профессионализм. Я желаю этому человеку, чтобы он добился всего-всего своей жизни. Только не тряси меня. Чтобы победа шла бы с ним все время. Лабос Вакарас. Но победа одна. И выглядачи решили, что она достанется. Третьим финалистом невероятного шоу «Феномен» становится «Менталист». Имя которого еще долго будут вспоминать зрители. Я вынужден произнести это имя вслух. С нами остается Артем Тихевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотел бы... Спасибо. Сейчас, сейчас, сейчас. Я в финале сделал все. Из-за себя, из-за Ника. Это будет двойная работа. Но это будет для меня честью. Потому что он действительно стал для меня самым лучшим другом вообще, который может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Від напруження та емоційного перенавантаження наші феноменальні люди не завжди могли стримувати свій дан. На тот момент, когда надо было показать, когда Артем нарисовал солнышко, у нас выключился экран. И немножко запутался экран. Такого раньше никогда не было. И все в одном номере. Апература, яка чітко відпрацювала безліч годин, и на богатёх проектах каналу аж раптом дала збей. В начале эксперимента я уже говорил, что спасающий жару ветер может моментально поменяться на смертельный ураган, который разрушает все вокруг. Поднимите руки перед собой вперед, ладонями вверх. У всех на ладошках солнце. Все как началось внезапно, так и закончилось все. Но не понадобилось никаких технических вмешательств. Мистика. Это мистика. Я не могу это объяснить. Мне кажется, кто-то или что-то слышит то, что я делаю на сцене. Поэтому происходят такие вещи. Я обрел для себя большую семью. Я познал профессионализм всей команды проекта. Репетиции. Пусть мы возвращались ночами, уезжали, как только встает солнце. Пусть нас ругали, пусть у нас что-то не получилось. Но это каждая минута дорога мне. Я буду помнить его очень долго. Стала подія, на яку майже три месяца очікувала вся Украина. Оголошение имени першого феномена Украины. Дмитрий Петров, таинственный Макс и Артем Тихевич. После некоторых месяцев ожидания Украина получила своего победителя. Ним стал неперевершенный Артем Тихевич. Его шлях на нашем проекте был сложным и разнообразным. Он единственный участник феномена, который ни разу не потерял своего курса. Загадковость, ревновага и казковость. Они всегда были визитовкой Артема. Я считаю, что среди всех других украинских менталистов, Артем наиболее наткненный и особенный. Мы никогда не знали, кто саме залишит проект наступным. Поэтому для Артема, как и для всех других участников, готовили специальное відео. Неведомая версия покажет то, что так никогда бы и не увидел мир. Мне все нравится. Я не хочу уходить. Просто осталось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Артем Тихевич став улюбленцем багатьох глядачев. Він переконав на щодиво існує. Але невідома версія лише зараз розповість ще одну таємницю найбільш феноменальної людини в Україні. Він зробив те, що жодному менталістові світу поки що не вдавалося. АПЛОДИСМЕНТЫ Артем Тихевич самотужки знайшов у Києві товариство, де збиралися люди з дефектами зору. І вирушив до них. Ми підтримали його благородні пориви та приєдналися. Добрий день, мене звати Артем. Я учасник проєкту «Феномен» на каналі СТБ. Спочатку незрячі люди поставилися до Артема та його намірів з обережністю. Але цікавість та взаємна симпатія взяли гору. Я дам вам кусочок бумажки. Закройте її в кулак. Держите все время в кулакі. Артем більше двох годин із захопленням демонстрував свої експерименти. І це не була, а гра в одні ворота. Артем теж намагався навчитися чомусь у цих людей. Не відчищається, я проверю. Мелкий предмет дайте, пожалуйста. Положіть в любой части стола сейчас. В любой части тихоненько положить, да? Да. Я закрою уши. Тому молоді. Время з 5 часів. Спасибо вам. Ставалося все. Крапка. Країна отримала свого першого феномена. Артем Тихевич здійснив свою найзаповітнішу мрію. А куда все ушли? Скажи, конец уже? Это не конец. Это не все? А все? Еще не конец. Конечно, продолжается. Ты видишь, Артем выиграл. Все. Это лишь начальник. Мы започатковали изменения в жизни.